Переполненные мусорные контейнеры, мешки с отходами, которые валяются совсем недалеко от подъезда, и зловонный аромат, исходящий от них, приводят в ужас жильцов по улице Комсомольская уже около месяца. В такой же ситуации находятся еще десятки домов в городе. Управляющая компания в ЖКХ Новочебоксарска не выполняет свои обязанности. Не вывозят со дворов своевременный мусор, жалобы на зловоние грязь летят во все инстанции. Только картина за окном большинства людей пока остается бессменной. Наша съемочная группа разбиралась в ситуации. Рядом садик, такой запах, дети маленькие могут заболеть, они вот рядышком с мусоркой играют. Такой запах невыносимый, что они убирают, мы же платим. Вот у нас у дворников уже неохота на работу выходить. Вот честно говорю, неохота. А что от нас, если начальство говорят, денег нету, денег нету. Мы вот в пятницу к своему начальнику ходили, он сказал, денег нету, будут, увезем. Ну вот по пять мешков дали на неделю. И откуда неделя пять мешков? Такой мусор. Таким пейзажем во дворе вынуждены любоваться жильцы дома 16 по улице Комсомольская. Мешки с мусором в контейнер давно уже не помещаются. Оказавшиеся в такой ситуации люди просто складывают их на землю. Ну, конечно, страшно. Я не знаю, что происходит, почему мусор не убирает. По Санпинус площадок для сбора и временного хранения мусора при температуре выше 5 градусов Цельсия. Их содержимое должны вывозить ежедневно. И отвечает за это управляющая компания. А здесь с августа месяца всего пару раз видели машину-мусоровоз. Тут вообще невозможно было. Это весь август месяц у нас тут этот аромат исходит. Потому что тут же пищевые отходы, тут два-три дня все изобродило. А это сейчас, ладно, вторую неделю вот немного прохладно, но все равно запах идет. И долгов в целом у жильцов по кварплате нет, говорит председатель многоквартирного дома номер 16 по улице Комсомольская Михаил Молоков. Только жаловаться коммунальщикам оказалось делом бесполезным. Их счета заблокированы, платить перевозчикам мусора нечем. Все сводится к тому, что управляющая компанией МУПУК в ЖКХ оказалась фактически банкротом. Говорят, денег нет. И с 1 августа перестали вывозить мусор. Как-то, я не знаю, там несколько раз вывозили, раза три или четыре. Но как вывозили? Приезжает машина, полный контейнер разгрузила, а то, что рядом, они ведь не грузят. А рядом с контейнерами с тех пор накопилось достаточно добра. Обращались в администрацию и Роспотребнадзор, говорят люди. Ни ответа, ни действий пока не последовало. Только мусорные завалы продолжают расти. По любой улице пройди у нас, не только Комсомольская, история та же самая. Горы мусора, запах. Город превратился в свалку, правильно ведь? Это же немыслимо такое иметь на этом. При нынешнем, в 21 веке, чтобы горы мусора лежали перед окнами, перед дверьми. В управляющей компании, тем временем, исполняющий обязанности директора 7 сентября, Викинтий Белов, собрал экстренное совещание. Говорит, для решения больного вопроса с вывозом мусора. Но выход видит только один. К сожалению, к огромному вопрос будет решаться о переходе в другую управляющую компанию, чтобы в дальнейшем новая управляющая компания со своим положительным балансом могла спокойно управлять домами и содержать. Сейчас вопрос о переходе многоквартирных домов из управляющей компании в ЖК Ханово-Чебоксарска под управление других компаний решается уже на республиканском уровне. Это дело взял на контроль глава республики Михаил Игнатьев. С родным муниципальным предприятием к какому решению пришли и какие действия дальше будете предпринимать? Собрания в настоящее время проведены в 57 многоквартирных домах из 122. Они перешли в две управляющие компании. Работа продолжается в усиленном режиме. Когда завершите? Две недели еще. А то, видать, серые схемы опять начали использовать, разные манипуляции. Почему деньги с жильцов брали, а услуги надлежащим образом не оказывали, будут разбираться компетентные органы. Но людей успокоят даже не эти разбирательства, а ежедневный вывоз мусора со дворов и чистые площадки. Татьяна Трофимова, Арена Гвелян, Республика.